Водоканал После трех контрольных предупреждений Перекрывают? Нет, отнюдь не кислород, а канализацию Ограничение начинается с того, что нам дают адрес Дальше мы смотрим Обычно мы уже ряд домов исследовали На момент вообще возможности проведения этой процедуры Сверяемся со списками То есть если у нас там указано, что возможность есть Договариваемся с управляющей компанией Там ключи нужны, не нужны, чтобы попасть на крышу Ну и все поперли Передь недалеко, в район типовых пятиэтажек С символичным названием поток За потоки воды в своих трубах тут задолжали немало Работа у инженеров водоканала не просто пыльная Она очень пыльная Приходится лазить по грязным чердакам и крышам А вдобавок она еще и мокрая, потому что идет дождь Вот спецодежда, которую мне порекомендовали надеть Сегодня пригодилась Дорога на чердак занимает две минуты Люк предусмотрительно открыт сотрудниками управляющей компании И таинственный оранжевый чемоданчик начинает свой подъем Сначала попробовали так затаскивать Сильно проблемы На веревочке удобнее и быстрее получается Одного яркого фонаря и личного опыта Специалистам хватает, чтобы без труда отыскать нужный стояк Силовой кабель, трос и зажим Инструменты разложены, операция началась Самого пациента дома нет Но канализация-то на месте Манипулятор и видеокамера надеты С их помощью внутрь трубы установят заглушку Пружинные элементы из пружинной стали здесь сделаны Она сжимается и вводится в стояк Потом опускается и под действием собственной упругости она там стоит Скручивает стальную сетку сильные усики манипулятора Так что вытащить собственными силами должнику такой подарочек невозможно Главное, чтобы она без труда зашла А это не всегда просто Нам надо немножко сеточку доработать А то у нас завод-производитель схалтурил Приходится, как это у нас часто бывает, доработать напильником Всевидящее око автономно питается от двух аккумуляторов С запасом работы больше 12 часов Что, камера работает, да? Мое изображение видно? Кстати, по словам инженера Летом под раскаленными крышами чердаков Температура достигает свыше 30 градусов по Цельсию Хорошо, что сейчас прохладно Но именно поэтому в теплой канализации Камера на конце щупа сразу же запотевает Некоторые используют специальную антизапотевающую смазку Мы в данном случае опускаем Держим там некоторое время, поднимаем, протираем И все работает Друг напротив друга сливаются две квартиры Так вот, главное тут не ошибиться с квартирой А то заткнем соседа Ну вот сейчас будем начинать установку сетки То есть опускаем зажимчики Вот и должник звонит Это шутка К сожалению, для должника звонок все-таки не от него Чуть ниже Еще ниже Вот, сетка у нас установлена Пользование канализацией начнется Все это побежит Ну если вода там чистая будет, к примеру, мыльная И ничего А уж какие-нибудь там более-менее, там, не знаю Чайник заварка вытряхнут Еще, не дай бог, сходят по какому-нибудь в туалет Все это дело у них начинает всплывать После такого долги платят все И сразу утверждают коммунальщики На вопрос, насколько законен такой метод Я получил ответ на 100% Оказывается, по закону водоснабжение квартиры Это услуга жизнеобеспечения И ограничивать ее никто не имеет права А вот перекрыть канализацию, пожалуйста Хотя, на мой взгляд, к жизни она имеет не меньшее отношение Саму механику мы себе не представляли Ну, потом поискали в интернете Нашли, оказалось, что вполне реально И то есть ни мы первые, ни мы последние этим пользуемся Ничего сложного, в принципе, и не тут А как тренировались? На ком? Да как? На должниках и тренировались То есть, первый выезд Вот самый всегда плохой Начинаешь, что-то там не получается Ну, в общем, в своей методике В течение где-то месяца-полутора вырабатывается Это часть работы инженеров инспекции водных ресурсов Которые, собственно, вот работают с людьми А к нам приходят люди, которые закончили Профильные кафедры Это водоснабжение и водоотведение Ну и люди, которые имеют какое-то другое образование Инженерное Поэтому здесь больше зависит, наверное, не от желания А от опыта и понимания важности этой работы К сожалению, как я не просил, но поуправлять процессом Мне так и не дали, потому что Требуется твердая рука и большой опыт Работа слишком деликатная Но вот о последствиях проделанной работы Должник теоретически узнает уже сегодня вечером Когда придет домой с работы И уже примет решение Что делать дальше? Платить или нет? Ну, а хозяева оранжевого чемоданчика Едут дальше Впереди авария на водопроводе Ведь, несмотря на необычную работу В первую очередь, они все-таки инженеры-коммунальщики Михаил Ширин, Александр Морозов Наши новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин